Здравствуйте, дорогие друзья! Да, сегодня у нас солнышко, но ветрено. Был мороз, табуреточка вся вынье. У курочек всё окно запотело. Я пришла их кормить, выпускать, а у них вон всё, кошка запотела. Но ничего, сейчас вон солнышком всё, сейчас прогреет. Вон даже табуретка вынье. С батута тоже течёт, но ничего. Всё, я думаю, что ветер сегодня будет не помехой. И всё-таки сегодня надо прибрать листья. Здесь и здесь. Ой, там вон на грядочке уже морозится. Да, надо прибраться. Листья прибрать. И чтобы уже участок ушёл под зиму в чистоте. Ой, красиво как, а! Ой, красиво как! Ой, красиво! Ой, да, ветер сегодня, конечно, очень такой плохой. Может быть, даже и ничего сегодня на улице делать не буду. Я и так недавно болела очень сильно. Только выздоровели. Не более-таки давно. Сегодня решила вот так сделать. Кормушка вот эта красная у меня была как паильник. Но мне очень не нравилось, что я жду, пока они выпьют. Я им с собой полтора литра. Утром тёплой воды наливаю. Жду, пока они выпьют чуть-чуть, половина-полторашки. И доливаю им и воду. А комбикорм я в домик им кладу. В этот раз я решила вот такую вот железную тарелочку налить туда воду. Всё это полтора литра. Ну, не знаю, пока они не пьют. Пока они отковали кормушку. Сейчас попьют, посмотрим. Ой, сейчас поедят и посмотрим, будут пить они или нет. Ветер, конечно, ужасно-ужасно. Очень ужасный. Холодный, прям холодный-холодный. Хоть и солнце, но ветер прям ледяной. Не знаю, наверное, сегодня ничего не буду делать. Буду сегодня милиссой заниматься, сушить. Скорее всего, если не разогреет. Хотя время ещё утро. Кто знает, может погода ещё 150 раз изменится. Так, я сейчас подожду, пока когда они пить будут, и пойду. Вон, что у них пёрышки развиваются на ветру. Приятного аппетита вам. А что же, что-то захотелось покушать. Глядя на вас. Вот хоть одна поняла, как пить. Ну всё, если одна... Вот и вторая тоже. Если они поняли, значит всё, будут пить. Только, правда, много, наверное, я им налила. Но ладно, она тёпленькая. Хорошие у них сейчас доклюют. И будут пить. Значит всё, можно не переживать. Самое главное, чтобы не перевернули. Вот, вот, хорошо. Тёпленькая водичка. Попейте, попейте. Вот, молодцы. Ай, молодцы. Так и не лапами. Так и не лапами вставай. Ты, Беляш. Вот, умничка. Лапами не надо. А то испачкайте сейчас всё. И будет у вас не вода, а грязевая ванна. Вот, хорошо. А то я прям переживала. Ну всё, можно идти за мелиссой. Всё. Гуляйте. Ждала, пока курочки начнут пить. Немножко прям подмёрзла. Вот столько вот у меня мелиссы. Тоже октябрьской. Палки тут, конечно, уже грубые. Есть листочки, которые уже подморозились. Их я оборву, выброшу. А вот эти листочки можно прям, я думаю, с маленькими веточками подсушивать. Только вот петрушку я сушила просто листья. А здесь можно даже с маленькими вот этими вот, я думаю, веточками, мне кажется, просушиться. Грубый-то, конечно, не просушиться. Долго будет сушиться. Спасибо за подсказку, что можно в эту сушилку накладывать побольше слоя. Всё сохнет. Огромное спасибо. Для меня это очень важно. Так, вот это вот попробуем запихнуть в один раз. В один присест, так скажем. Или всё равно палки, они будут дольше сушиться. Ой, даже цветёт. Палки, они всё равно будут дольше сушиться. И палки на нижнем ярусе оставим. А верхние веточки, я думаю, на... Так, грубые палки на нижнем, а веточки на верхнем. Всё, домой. На нижний ярус, как и хотелось, мне положила веточки. Сейчас утрамбую. Но у меня ещё три поддона. На три поддона утрамбую. Мелиссу и запущу. Буду запускать на 65 градусов на 2 часа. Нижний поддон я трогать не буду. Но, может быть, чуть-чуть его буду вот так вот ворошить. А буду в течение двух часов лоточки менять местами. Те, которые внизу, их наверх. Ну и так далее. Утрамбовала я, конечно, очень хорошо мелису. Буду надеяться, что она действительно просушится. У меня у сушилки есть такая вот особенность. Не знаю, у других есть или нет. Если вот эти поддоны крутить на 180 градусов, то они встают вот в такие вот пазы, точнее на пазы, и не опускаются. То есть расстояние между лотками становится больше. Если перевернуть на 180 градусов, то вот эти пазы, которые находятся на другой стороне, вот на той, они опустятся вот в этот вот прямоугольничек. Вот в эту вот выемку. И станут совсем маленькие и узенькая получится сушильная камера. Так, запускаем, включаем. Время выбираем. Два часа. Температуру. Выбираем 65. Все. Оставляем. И ждем, когда у нас пропищит она. Когда закончат сушку. Но периодически я буду поддоны менять местами для того, чтобы они лучше высушились. Но приблизительно через полчасика уже можно поменять. Потом через полчасика можно опять поменять. Ну и так. Час уже прошло. Вот. Так подсушивается. Да и правда. Ничего страшного, что больше. Вот так вот поддоны меняю. Ничего страшного, что чуть-чуть больше накладываю. Все. Некоторые, конечно, влажные. А некоторые прям хрустящие. Все закрываю. Я очень надеюсь, что на улице разогрело. Потому что утром было очень холодно. И пока час еще досушивается. Сейчас я буду готовить обед. Как раз уже Саша с колледжа придет. По субботам он учится. И как раз детей накормлю обедом. И пойду заниматься на огород. Воду выпили из чашки. Хорошо, что я захватила. Еще воду. Сейчас я ему картошки сюда положу. И пусть гуляют. Отпущу их. Да. Как я и говорила, что погода сегодня вроде бы и теплая. Но ветер ледяной. Не знаю, что я сегодня сделаю грабельками. Но хотя бы чуть-чуть. Чуть-то. Да. Уже картошки хотят. Хотят, чтобы я их выпустила. Ага. Сейчас выпущу. Сейчас. Вот картошки им давай. И они будут ее есть. Морковку они тоже любят. Вареную. Но больше они вот любят картошку. Сейчас они всю картошку растаскают. И будут уже переключаться на морковь. Потому что картофель это для них прям лакомство. На первом плане. Да, 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 да. На первом плане это картофель. Потом морковка пойдет. Да, да, да. Вон. Растаскивают, чтобы никто не утащил. Ой, я не могу. Да, 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 да. Вот этот интересный петушок становится. С рыжими такими этими прокрапинами. У него и на голове, и на хохолок тоже. С рыжими прокрапинами. Вот. Теперь пошла морковь. Черненький кушает. Да? Ничего. О, дерутся. Дерутся за последнее. Эй, куда к собаке пошел? Ну-ка, нельзя. Он его не пускает. Рай, нельзя. Нельзя. Но ему хочется. Он все равно охотится. Ему хочется все равно прыгнуть. Поэтому... Ну, ничего, сейчас уйдет. Поэтому я тут тоже наблюдаю. Но он их туда не пускает. Здесь вот я за ними смотрю. Он туда их не пускает. О. В домик, что ли, хочешь утащить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Беседу развели. О, морковь пошла. Да? Все. Идите попейте. Я вам воды налила. Тепленькой. Что, пока картошку не съедите. Все, не доедите. Никуда не это, да? Не пойдете. Пить не пойдете. Да? Тут картошки нашел. Вот. Ну, давайте, давайте. Доедайте. Ой, да что такое? Мотается. А, пить вот. Тут вот в тарелке. В чашечке пить не там. Вот я теперь сегодня вам так делаю. Не там, а вот тут вот, да. Да, в тарелочке в белой. Пить вам даю. Вы же сегодня утром пили. Да, да, да. Ну, ладно, отдыхайте. Гуляйте, кушайте. Приятного аппетита. Пара ведерок собрала. Положила на грядку с луком. Укрыла, так скажем. Осталось еще чеснок. Ну, уже, наверное, не сегодня. В следующий раз. Там он от яблони тоже много нападало листьев. Сегодня прям рыка не дает. Беспокойный какой-то лает. Завтра у нас воскресенье. Вот, может быть, в воскресенье завтра. И займусь. Оставлю его дома. А сегодня прям что-то вообще как-то не дает. Туда-сюда без конца. Прыгает, бегает, что-то нервничает. Непонятно почему. С яблони уже почти все листочки опали. Так что, я думаю, можно уже и здесь начинать собирать листочки. Я так думаю. Ну, раз мне рыка не дает, тогда буду здесь собирать. Ой, друзья, сейчас вот так вот копаю, 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 копаю. Хотела сюда крокуса посадить. Думаю, господи, что это такое, змея, что ли? А это две ящерки. Они, видимо, спать легли уже. Вот, господи, бедненький. Думаю, как я вас не это. Они вон уже спят. Думаю, господи, как я вас не это, не перерубила. Иди, 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 скорей. Сейчас я их закопаю. Господи, вот так вот. Ой, ладно, хоть увидела. А я сначала думаю, змеи есть, змеи есть, что ли? Подожди, я тебя закопаю, подожди. На. Сейчас и вторую тоже. Господи. Вот, сидите тут вместе. Тогда я здесь не буду ничего. Господи. Пусть тогда так сидят. Значит, придется мне в другом месте где-нибудь-то раскопать. Вот тут, что ли, вместо настурции. Вот тут придется, что ли. Вот, хотела здесь крокуса посадить. Ну, ладно. Пусть у меня тогда будут здесь и здесь рядышком. Ну, чё ж теперь, раз там эти черепашки. Черепашки, ящерки. Вот какая хорошая. Это светёт и цветёт хорошо. Вербеночка. Морозы нипочём. Друзья, у нас уже следующий день. Вчерашний день какой-то нервный выдался. И сегодня утром тоже нервный день выдался. Утро нервное. Ладно. Будем это списывать на полнолуние, на стечение обстоятельств. Ладно. Я хочу сейчас от Виола... Ой, от Виола. Ну, всё. Уже и зубы заговариваются. Хочу от календула и криопсиса собрать семена и посадить их на задах. Чтобы они под зиму посадились. И весной уже вылезли, чтобы не мучиться с их рассадой. Турецкую гвоздику я уже посадила. Лихнис я тоже посадила. В общем, осталось совсем чуть-чуть. И ещё, вы представляете, я посадила чеснок. Бульбочки. И ведь ни капельки не подозревала, что я сажаю. Это не тот. Тот, который крупный. Вот баночка из-под мермелада пригодилась. Тот, который крупный, я-то оставила. Он-то остался. Ой, господи, кошмар какой. Ой, я сегодня думаю, ё-моё, погода какая тёплая сегодня, хорошая. Думаю, во, и ветра не особо-таки много. Он такой не холодный, я скажу. Ну чё ж, сегодня буду бульбочки сажать. Слава богу, что я у Ромы контрольную грядку попросила выкопать. Он мне выкопал. Я ещё даже не знала, для чего она мне нужна, но думала. Но для чего-то, может быть, нужна. И как чувствовала. Вот сегодня буду бульбочки туда сажать. Сейчас пойду курчика выпущу. Рейка у меня сегодня дома. Потому что он чего-то хулиганит у меня. Вот, я с ним уже погуляла и загнала его домой. Теперь пойду с курицами гулять. Вот занятие какое. Пшена насыпала им сюда. Вот они клюют. А там немного просыпала пшена. Там стая клюёт. И здесь стая клюёт. Вот здесь вот мы посадили лук. Я укрыла. И здесь хочу вот эти бульбочки посадить. Вот как раз Рома мне здесь вскопал. Я ещё не знаю, для чего он мне вскопал. Ну, для чего-то. И вот здесь вот. Ну, здесь я ничего не буду сажать. А вот здесь вот я посажу вот эти вот бульбочки мои крупные. Сделала семь рядков. И посажу все семь. А если что-то лишнее останется, ну, куда-нибудь там, может быть, ещё подсею. Либо сделаю вот тут вот ещё. Несколько. Но мне кажется, хватит. Их не особо много. Вот такое расстояние у меня получилось между бульбочками. И столько их осталось. Ну, ладно. Сейчас я ещё тогда сделаю. На редко три здесь получится. И всё. И всё пусть ушу в одном месте будет. Ладно. Здесь вот, правда, будет тропинка. Нет. Небольшая. Ну, ничего страшного. Сейчас я ведро листьев набрала. Укрою. Чесночинки. Да. Чё это вы разругались? А? Чё это вы? Все сюда пришли. Да. Сейчас укрою. Вкусно, что ли? Я надеюсь, ты не чеснок выгребаешь. Да-да-да. Да-да-да. Одного ведра, наверное, мало. Сейчас ещё одно принесу. Я вроде бы как утрамбовала ведром. Вот так ещё сверху. Так. Прижала. Но мне кажется, ещё одну ведёрку надо принести. Мне кажется, это маловато будет. По мне, получился неплохой утеплитель. Такое одеялко. Из листьев. Вот. Здесь вот лук посажен. Он тоже одеялком был укрыт. Но только вот скошенной травой. Остатками. Здесь, конечно, тоже можно было скошенной травой. Но листья тоже надо куда-то девать. Зато я там кучку с листьями принесла сюда. И всё. Нормально. Да? Что ли? Всё кучу растаскали, а? На участке есть несколько вот таких вот кочек. И в одну из кочек я хочу посадить календулу. Вот. Не знаю, что это за кочки. Это, наверное, бывшие муравейники. Но корневище там, конечно, хорошее. Там полынь росла вот здесь. И, скорее всего, я сейчас туда и посажу календулу под зиму. Ну, а что? Пусть удобряет эту кочку. Может, это пенёк какой-нибудь заросший. Не знаю. От деревьев. А ещё я хочу посмотреть, как у меня здесь репа. Ой, или редька, редька. Выросла она или нет? Наверное, скорее всего, нет. Я, может быть, конечно, и ошибаюсь. Так, Мадонна, уйдите с пиздецала. Может, я, конечно, ошибаюсь, что это полынь, но пахнет очень сильно прям полынью. Я прямо здесь сейчас раскопаю яму вот здесь и посажу прямо сюда. Их ты! И прямо сюда посажу цветы. Ну, а что? Пускай на пьедестале растут в следующем году цветы. Посажу прямо несколько соцветий. Пускай что-нибудь туда вырастет. Да, что ли? Хе-хе-хе, черноглазка. Единственные чёрные глаза и лапы чёрные. И она очень похожа на джерсийский гигант. У тех, кого мы покупали птичек, птенцов, там джерсийские гиганты присутствовали. И я так, по всей видимости, думаю, что это цыплёнок именно джерсийский гигант. Такой гигант, что-то как-то не это. На неё не похоже, что она гигант. Гиганты это вон те, вон серые, большие. Но это петухи, у них лапы мощные и всё. Ого-го-го-го-го-го. Несётся, несётся. Ой, ну тут есть, конечно, маленький корнеплод. Но он маленький. Тут что-то не... Я, наверное, скорее всего, заглубилась слишком сильно. Семена, и они долго не всходили. Бригада так стоит. Ходила я за граблями. Хочу теперь чеснок укрыть. Тоже там, около яблоньки. Ой, много цветов под зиму посадила. А это креопсис и календула. Как и хотела. Буду надеяться, что у меня в следующем году всё вырастет. Ещё, кстати, надо порсель какую-то убрать. Вырезать потом, чуть попозже. Потому что её что-то как-то много от слива. Здесь прям чересчур её много. Вроде кажется, что я здесь не собрала листья. Но на самом деле собрала. А вот эти листья пойдут на чеснок. Здесь я собрала листья. Хочу всё-таки здесь укрыть этот лук до конца. Уж чтобы прям уж тоже потолще. Потому что там два ведра было листьев. И здесь вот тоже пусть будет. И уже, наверное, приступлю к чесноку. Опилок, потому что мы насыпали очень мало. Это опилки в смесь с навозом куриц. Их очень мало. Поэтому листья будут прям самое то. Получилось у меня, в принципе, нормально. Но мне не хватило листьев немного. Очень жалко. И очень жалко, что сейчас уже вечер. Солнышко уже садится. Поэтому нужно уже закругляться. Загонять курочек в клеточку. И идти готовить ужин. И готовиться к завтрашнему дню. Завтра понедельник. Завтра ребятишкам в школу и в колледж. Друзья, у меня у кошки припадки какие-то. Она прям ласкается и ласкается. Пришла ко мне и ласкается и ласкается. Думаю, что ты? Думаю, что ей надо? Может, она меня домой зовёт? И правда домой может идти? Мусь, смотри. С тобой похожа, нет? Наверное, нет. Чья ты кошка? Мамина. Мамина кошечка. Ты мамина? Мамина киса. Ты маму больше всех любишь, да? Ну давай загонять курочек. И пойдём домой кушать. Ну а вам, друзья, хорошего настроения. На сегодня всё. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok